Приветствую вас. Мне бы хотелось рассмотреть вопрос, который вы задаете в нескольких аспектах. Скажем так, называть данные аспекты я не буду, то есть, ну, как-то вот их охарактеризовывать, а просто напишу, опишу вам их суть. Значит, первое. Человек ведет себя так, что у него существует воспитание. То есть, это, по сути, сценарное поведение, как бы сценарная модель поведения, согласно которой человек повторяет модель поведения своих родителей. То есть, если его родители вот привили ему такую ценность, такие моральные нормы, что, ну, навести себя, как вот вы здесь пишете, отвязно, да, родители привели такую норму. Вот они так себя вели изначально, и человек, по сути, это дело, другого поведения не знал вообще. И если человек не знал другого поведения изначально, если человек не имел представления о том, ну, как ему вообще себя вести, и как-то иначе, по-другому, то откуда же размется принятие скромности, как вы говорите? Откуда размется верзенность? Это же все регуляция, регуляция моральных норм, регуляция себя, понимание того, как обстоят дела и прочее, прочее, прочее. Понимаете? А если ситуация заключается в том, что родного человека, или мужчину, или как-то еще не научили, так откуда же тогда может что-то взяться? То есть, я надеюсь, что вот этот момент, эту ключевую вещь вы для себя поймете. И это первый момент. А второй момент, это напротив, реакционное поведение. Реакционное поведение, это связано с тем, что мужчина в себе подавляет какие-то таким образом нанесенные травмы, обиды и переживания. И в этом случае, в случае, если это действительно так, то с мужчиной, возможно, работа. Если это реакционное и фрустрационное поведение. Но причины такого поведения еще нужно выяснить. Причины такого поведения еще нужно проработать. А хочет ли сам человек решать свою проблему, все ли его устраивает и так далее. А осознает ли он, что эта проблема существует, существует. В этом и заключается главный вопрос. Но основных причин две ясни именно такие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, отращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok